Для меня большая радость открыть конференцию «Духовная музыка и война», которая проводится в рамках рождественских чтений, организуемой Патриархией. То, что в этом году тема «Духовная музыка и война», это совершенно естественно, это понятно. И тут возникает, конечно, очень много мыслей, о которых можно было бы говорить, писать книги. Но мне хочется сказать только, пожалуй, некоторые из этих мыслей, высказать. Об этом мало кто думает, но если мы начнем анализировать, что, собственно, сейчас мы называем общечеловеческими ценностями, которые сейчас пока еще представляются очевидными, и которые для нас являются аксиомой, и которыми мы живем. Все эти ценности возникли именно в контексте христианской культуры, как ее следствие. Можно в качестве высшей ценности, хотя это и, конечно, очень неправильно, объявить, скажем, войну. Возможно, и если бы культура была у нас, доминировала не христианская, то легко себе представить, что именно такая и была бы высшая ценность. Но в христианской культуре, поскольку, конечно, мы все знаем, что трансцендентная высшая ценность – это Бог. Но в этом мире высшая ценность – это человек, как образ и подобие Божие, а, следовательно, это не вообще человек, и, так сказать, не любой человек, и не все в человеке, а человек свободный и творческий. Именно эти христианские ценности уберегают мир от такой глобальной войны. Если они уйдут, и если никаких следов христианской культуры не останется, тогда и мира самого не останется. Это, так сказать, аксиома совершенная, если хоть чуть-чуть так начать анализировать. А мы со своей стороны, своей не небольшой конференции и нашей повседневной деятельностью, я надеюсь, делаем свой посильный вклад в дело мира. Спасибо большое. Спасибо.